Мужчины наедине остаются до выборов в Куздуме, а миллионы людей еще не определились, за кого голосовать. Сегодня поговорим о партиях, которые принимают участие в выборах, и за кого из них можно отдать свой голос. С вами депутат Московской городской думы, где где не ступит. Здравствуйте, друзья! Я прошу вас, досмотрите это видео до конца, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Я, в первую очередь, заостряю внимание на тех партиях, которые гарантированно не пройдут в Государственную Думу. Дело в том, что в силу действующего законодательства, голоса, отданные за те партии, которые не прошли в Госдуму, в дальнейшем распределяются среди тех партий, которые прошли в Госдуму. Предположим, что Единая Россия, благодаря электронному голосованию, благодаря трехдневному голосованию, благодаря административному ресурсу набирает 50% голосов. Получается, что в этом случае каждый второй голос, отданный за партию Яблоко, прямо перетечет за партию Единая Россия. И вам это надо? Вы голосуете за Яблоко, а голоса идут за Единую Россию. Из четырех парламентских партий Единая Россия была создана прямо под Путина. Например, «Справедливая Россия» была создана при Путине для того, чтобы отнимать голоса от КПРФ. Сама же КПРФ и ЛДПР были созданы задолго до Путина и закрепились в Госдуме задолго до того, как он пришел к власти. Соответственно, все эти четыре партии в настоящее время он убрать без большого для себя ущерба не может. А вот не пустить другие все остальные партии, это вполне по силам, без какого-либо ущерба для него. Даже согласно публикации вполне лояльных властям и домостей, малые партии нужны лишь для того, чтобы отнимать голоса у оппозиции. Справедливость этих выводов подтверждается результатами предыдущих парламентских выборов. Так, в 2016 году четыре партии преодолели 5% барьер, ближней 5% была партия Коммунисты России, 2,2%, остальные еще меньше. В 2011 год четыре партии преодолели 5% барьер, ближнее Яблоко, 3,43%. В 2007 год четыре партии преодолели 5%, ближнее из них Аграрное, 2,3%, остальные партии, включая Яблоко, СВС, Гражданская Сила, Патриоты России не набрали и 2%. Большая часть их голосов отошла Единой России. Почти то же самое в 2003 году. Четыре партии преодолели 5%. Только в Миссисправедливой России была партия Родина, все остальные также остались за бортом. Спасибо, Владимир Владимир Владимирович. Продолжение в России предназначено власть документа неизменно приводили к тому, что в Госдуму попадали только 4 партии. Голоса, отданные за иные партии, распределялись между прошедшим и гостями. И в первую очередь доставались Единой России. Сколько же там депутатских мандатов? В 2016 году по итогам выбора Центральная избирательная комиссия, находящаяся здесь в соседнем переулке, объявила, что Единая Россия набрала 54% голосов. И должна была взять из тех мандатов, которые делятся по партийным спискам, 122 депутатских веселей. Но взяла в итоге 140. То есть 18 мандатов Единой России дали именно тем, кто голосовал за партию Роста, за Яблоко, за партию Пенсионера, за коммунистов России и так далее. И там подобное, за те непарламентские партии, которые не прошли в Госдуму. 18! 18 депутатских весел Единая Россия получила за счет этих голосов. И, по-моему, мы уверены, что голосовать не может быть непарламентской партией, это все равно, что голосовать за Единую Россию. А за кого же голосовать из парламентской партии? Давайте посмотрим на те законы, которые наиболее одиозные принимались в предыдущих составах Госдумы. Например, закон о подчисточении наказания за непрочинение сотрудников полиции на митингах. Например, закон о замедлении иностранных субсидей. Или самый одиозный закон о подтверждении поправок Конституции о возможности Путина править нами до 2036 года. Единственная партия из всех четырех, находящихся в Госдуме, которая занимала принципиальную позицию и нет по всем этим вопросам, это КПРМ. Но ДПР «Справедливая Россия» регулярно транслирует большую зависимость и лояльность власти на предыдущих президентских выборах. Глава «Справедливой России» Сергей Кривонов даже не стал выставлять кандидатуру на эти выборы. Он заявил, что партия полностью поддерживает курс Владимира Путина. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте перед тем, как обсуждать итоги года, поговорим о будущем, о выборах президента. «Справедливая Россия» отказалась выдвигать своего кандидата. Нет ли в этом политического проженчества? Конечно же нет. Мы не выдвигаем своего кандидата, а поддерживаем Владимира Владимировича Путина. На недавних дебатах с учетом выбора Госдумы депутат Госдумы Денис Партонов очень четко выразился о месте «Справедливой России» и ЛДПР в сегодняшней системе власти. Поэтому вы же меня извините, пожалуйста, уважаемые коллеги, но в который раз убеждаюсь, что в Государственной Думе, да, четыре партии. Но три из них – это «Единая Россия» правая нога власти, «Справедливая Россия» – это левая нога власти, а между ними болтается Жириновский. Если вы дружите с олигархами, если вы живете на господряды и вам нет дела до нищеты абсолютного большинства населения нашей страны, то ваша партия – «Единая Россия». Если же вы за повышение минимального размера оплаты труда, за восстановление медицины и образования, за национализацию природных ресурсов, чтобы у каждого, а не только у олигархов было право на достойную жизнь, если вы за кредитную амнистию, то вам следует голосовать за КПРФ. Я понимаю, что представители малых партий мне могут возразить, особенно либеральных партий, что мы не разделяем ваши убеждения, коммунистов. Но дело в том, что КПРФ сегодня является единственной партией, которая способна разрушить политическую монополию «Единой России», способна внести реальную конкуренцию в Госдуму. И тогда у этих самых малых партий появится возможность появиться в этой Госдуме, выдвигать там свои законопроекты, высказывать там свои точки зрения. Поэтому даже для малых партий сегодня выгодно голосовать именно за КПРФ. Итак, друзья, 19 сентября все на выборах депутатов в государственном деле. «Единая Россия» или «КПРФ» – это будет борьба за нашу с вами будущую.